Меня зовут Абдурахман Разик. Ас-саляму алейкум. Мой вопрос о том, как молиться на намазе с полной концентрацией и думать об Аллахе. Аллах, субханаху ата'аля, говорит в священном Коране, в 23-й суре Му'минун, аят из 1 по 2. Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов. Поэтому вы должны иметь хушуа, бисхеренность в своей молитве. И часто наш разум блуждает во время молитвы. У многих людей мысли блуждают во время молитвы. Если ты бизнесмен, ты думаешь о твоем бизнесе. Сколько прибыли ты получил за время молитвы. Если ты студент, ты думаешь об учебе. Если ты пришел на экзамен, ты начинаешь мысленно просматривать экзаменационную работу во время намаза. По вопросу 2 я должен был ответить так. И в вопросе 3 я ошибся. Так часто бывает, что наш разум блуждает во время молитвы. Как нам предотвратить блуждание разума во время молитвы? Первое, что мы должны сделать, это сосредоточиться на значении того, что мы читаем и делаем. Если вы знаете арабский язык, это лучше всего. Если же вы не знаете арабский язык, вы должны размышлять над смыслом того, что вы читаете. Например, когда мы читаем суру Аль-Фатиха, «Аль-Хамду лилляхи раби ла аламин», в уме мы должны помнить смысл этого аята. «Хвала Аллаху, Господу миров». «Ар-рухмяни р-рухим», «Милостивому и милосердному». Мы должны вспоминать значения. И через несколько дней или через несколько недель это будет происходить автоматически. Поэтому, вспоминая смысл, мы должны обдумать смысл того, что мы читаем. Если мы сделаем это, иншаллах, наш разум не будет блуждать. И я хотел бы поделиться с вами случаем. Однажды имам и люди, которые стояли за имамом, после того, как они завершили свой намаз, они были в замешательстве. Мы совершили два раката или совершили три раката в вечерней молитве Магриб. И тогда один человек сказал, «Я уверен, что мы совершили только два раката в вечерней молитве». И люди спросили его, «Откуда ты знаешь? Как ты можешь быть уверен на сто процентов?» И тогда он сказал, «Я на сто процентов уверен, что мы совершили два раката вместо трех раката в вечернем намазе. Потому что, всякий раз, когда я совершаю вечернюю молитву, в каждом ракате я делаю расчет прибыли, которую я получаю в своем магазине. У меня есть три магазина, и в каждом ракате я делаю расчет одного магазина. Поэтому в трех раката я делаю расчет по трем магазинам. А в этом намазе я сделал расчет только двух магазинов, а не трех. Поэтому я уверен, что мы совершили только два раката. Поэтому это известно, что люди часто блуждают в мыслях во время молитвы. Причина, по которой наш разум блуждает, заключается в том, что наш ум ничем не занят, а пустые умы — это мастерская дьявола. Ибн-Уль-Кайм Аль-Джаузейя, да помилует его Аллах, упоминает в своей книге Аль-Фауаид на двухсотой странице, что каждый человек стоит перед его Господом в двух случаях. Первый — когда он совершает намаз, а второй — в судный день, когда он встретит своего Господа. Ибн-Уль-Кайм, рахимаху Аллах, сказал, что это два различных случая, когда верующий человек стоит перед его Господом. Но если вы не совершаете намаз правильно, тогда ваша ответственность в судный день не будет легкой. Теперь давайте обсудим несколько способов, которыми мы можем достичь концентрации в нашей молитве. Во-первых, думайте о том, перед кем вы стоите. Думайте о величии Аллаха, зная, как велик Аллах, если вы осознаете, как велик Аллах, иншаллах, у вас будет хорошая концентрация в вашей молитве. Во-вторых, осознавайте, что Аллах, субханаху, следит за вами и наблюдает за вами. Третье. Совершайте намаз с намерением получить от Аллаха полную награду. И четвертое, как я упоминал ранее, это очень важный момент. Концентрируйтесь на значении того, что вы читаете. Вы должны сосредоточиться на значении аятов Священного Корана, а также вы должны сосредоточиться на азгарах, которые вы говорите во время молитвы. Так что это очень важно. Кроме того, вы должны также следить за тем, чтобы ваш ум не блуждал во время молитвы. Вы также должны следить за тем, чтобы вокруг вас не было предметов, которые могли бы вас отвлекать. Например, изображения или люди, которые шумят. Может быть, музыка или люди, вызывающие раздражение. И когда вы совершаете намаз, вы должны молиться в таком месте, где нет раздражителей. И я хотел бы поделиться с вами небольшим личным советом. Сконцентрируйтесь и сосредоточьтесь только на намазе. И настройте свой ум так, что вы предстаете лицом к лицу перед своим Господом. А затем начните свою молитву. И иншаллах, у вас будет хушуа, искренность, и будет концентрация в вашей молитве. И наш любимый пророк Мухаммад, да богословит его Аллах и приветствует, сказал, «Аллах поворачивается к рабу до тех пор, пока он не оглядывается в своей молитве». Так что не оглядывайтесь в своих молитвах. Так что мы не должны оглядываться в нашей молитве. И также мы должны помнить о смерти. Мы должны воспринимать наш намаз, как будто это наша последняя молитва. Если вы совершаете намаз таким образом, иншаллах, вы будете совершать его правильно, со всей искренностью. И в 29-й суре «Анкабуд» в 45-м аяте говорится, «Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного». Намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Если мы будем совершать намаз правильно, со смиренностью и с концентрацией, у нас будет праведная жизнь. И намаз оберегает нас от мерзости и предосудительного. И первое, что будет спрошено у нас в судно-день, это наша молитва. Если она сделана правильно, остальные дела последуют за ней. Поэтому мы просим Аллаха, чтобы Он принял все наши намазы, все наши мольбы, и пусть Он поможет нам достичь предельной смиренности и концентрации во время намаза. Продолжение следует...